И так как брюшной мозг мы определили, что это чувственный орган, он связан с нашими эмоциями и поэтому он отвечает за наши эмоции и здесь как бы есть порочный круг, мозг отвечает за наши эмоции и нарушение наших эмоций ведет к нарушению работы брюшного мозга и все-таки мы с вами пытаемся и пробуем выйти на причины вот очень многих заболеваний, которые связаны именно с нарушением саморегуляции нашего организма, то есть тех внутренних процессах, которые ну как бы если создать условия, если создать условия для слаженной работы, то в принципе у нас и желудочно-кишечный тракт работает и выделительные системы и обменные процессы и много-много какие процессы и работают как бы на автоматическом режиме, но наверное редко найдется такой человек, который на сегодняшний день может сказать, что у него превосходно работает, ну в данном случае мы говорим о работе желудочно-кишечного тракта. И так нас интересует вопрос, наша роль, наше поведение, наши условия, которые должны необходимы быть созданы для того, чтобы эта система, саморегуляция работала слаженно, но первое первое условие это действительно, что брюшной мозг должен находиться на своем законном месте, то есть он не должен быть смещен в центре и в пупочке, мы с вами можем это проверить каждый, мы должны определить на месте ли наш главнокомандующий, наш управляющий работы всеми нашими органами, если он на месте, то мы с вами дальше смотрим, какие условия влияют на работу, на функции этого органа брюшного мозга, ну наверное наша эмоциональная природа, то есть всем известно, что реакция организма, нервной системы, в том числе и центрального головного мозга, и брюшной мозг реагирует на любое наше проявление, то есть наши эмоции, страх, гнев, раздражение, несогласие, обида, это все низкочастотные энергии, которые ну как бы разбалансируют работу нашей нервной системы, нашего брюшного мозга, и происходят такие застойные явления в брюшной полости, появляются брюшные узлы, нарушается кровообращение, энергообмен, и у нас появляется куча всяких заболеваний, отклонений, с которыми нам трудно справиться, почему? Да потому что мы не пробуем выйти на причину, а пытаемся все время вариться в следствии, то есть подчищать какими-то медикаментозными, любыми средствами, а причина остается в нас, в самих, то есть мы являемся нарушителями этой системы. Ну если коротко говорить, то это конечно можно сказать одной фразой, для слаженной работы наших органов, нашего организма, наших систем необходим здоровый образ жизни, а сюда уже входит наше позитивное мировосприятие, у нас входят положительные эмоции, хорошее настроение наше, так как это чувственный мозг, это мозг ощущений наших, поэтому при хорошем настроении, при позитивном мировоззрении, при положительных эмоциях, сам организм варабатывает бесценные лекарства, это гормоны, которые находят порядок, которые незаменимы никакими медикаментозными средствами, и поэтому для того, чтобы мы были здоровы, наверное, нам надо создать условия для того, чтобы наши железы внутренней секреции через брюшной мозг вырабатывали эти гормоны. Еще одно условие очень важное для саморегуляции нашего организма, это ужин наш не позднее 4 часа до сна. Почему это так важно? В народе как бы и принято, и мы умом понимаем, что да, это хорошо, но мы не всегда знаем причины, почему. Дело в том, что раз брюшной мозг находится на внутренних стеночках всего желудочно-кишечного тракта, то если только пища находится во время сна, то есть если мы поужинали позже, чем 4 часа до сна, она не может усваиваться, сам организм не расположен к этому, и тогда она застаивается, она бродит, она гниет, и мало того, что идет самоотравление организма, но еще нет условий для того, чтобы вырабатывались ночью вот эти гормоны молодости. Гормоны молодости, которые наводят порядок, которые залечивают раны, которые восстанавливают работу, функцию всех наших органов. Если мы с вами проникнемся, это очень простое условие. Не ужинать перед сном за 4 часа. Мы об этом говорили в предыдущих наших передачах, мне не хочется подробно останавливаться на этом вопросе. Что еще мы с вами могли бы сделать в вопросах саморегуляции, самовосстановления нашего здоровья. Это упражнения несложные натощак, лежа на животике. Мы можем лежать на пупочек, в области пупочка ложить или теннисный мячик, или клубочек шерсти. То есть этим способом мы заставляем сдвигаться брюшного мозга на свое законное место, откуда ему очень легко принимать сигналы от всех органов, подавать информацию головному мозгу о том, что помоги, подай, потому что 90 процентов информации от брюшного мозга подается головному мозгу, но сам брюшной мозг проблемы решить не может. И поэтому уже сверху с нашего центра идут сигналы выделения лекарств, гормонов, необходимых веществ каждому нашему органу. Такой способ, из чего мы предлагаем очень хорошо массаж живота делать, то есть это ну как бы убирание застойных явлений, улучшение кровообращения. Ну и все-таки самое главное это наше психическое здоровье, которое все разбалансирует, все нарушает, и вместо того, чтобы организм вырабатывал лекарства, которые в ночное время восстанавливает все, мы как бы получаем отклонения, нарушения, отравления, и нам трудно очень найти те способы и методы, которые бы нам помогли. Вот это хотелось бы нам вам рассказать, поделиться опытом, который есть в нашем клубе, который нам очень помогает в жизни, экономит время, экономит материальные средства, дает возможность быть жизнерадостным в этом мире и не тратить время на то, чтобы лечить свое здоровье, свои органы. Всего вам доброго, спасибо за ваше внимание. Субтитры создавал DimaTorzok